Россия самая пьющая страна в мире С официальным отчетом в последние годы наши сограждане меньше травятся алкоголем Меньше стало и тех, кто убивает себя табаком Но Российская Федерация все еще в пятерки стран с самой высокой смертностью от заболеваний, спровоцированных табачным ядом А нынешние 10-12 литров этанола на душу населения по-прежнему уровень, при котором народ ускоренно деградирует и вымирает Какой проблемы не коснись, у нее обязательно будет корешок самоотравления Здоровье, интеллектуальный и физический потенциал населения задавлены отравой Уничтожается сама основа для созидания, разум, воля и дух народа Пока население лишено трезвости, страну и дальше будет затягивать воронка самоуничтожения Невидимая рука рынка продолжит грабить Россию Нам окончательно перепишут историю, добьют остатки самосознания и раздавят катком глобализации У отравленного общества выведен из строя главный инструмент, который нужен людям для защиты своих прав и благополучия Вместе с трезвостью уходит способность к самоорганизации и взаимодействию Падает качество управления Население перестает быть полноправным хозяином своей судьбы и жизни Перестает быть хозяином страны Вот почему утверждение трезвости – первое и важнейшее условие спасения России Многие тут же возразят Хотите, чтобы люди протрезвели? Дайте им перспективы, работу хорошую, зарплату Но кто создаст эти идеальные условия? Те, кому выгодно, чтобы Россия оставалась сырьевым придатком мировой экономики или вообще исчезла? Наивно ждать, что какой-то добрый дядя сделает это за нас Говорят, что человек тянется к отраве, потому что живет плохо Приглядитесь, все ровно наоборот Люди живут плохо, потому что отравлены Само существование коренных народов нашей страны давно под угрозой Под боком у нас огромный Китай на пике своего могущества Базы НАТО, как грибы, растут и укрепляются у наших границ О террористической угрозе с юга не говорит только ленивый Можно, конечно, надеяться на ядерное оружие Но спасли ядерный щит одно великое государство в 91-м году Можно бить себя в грудь кулаком, вспоминая победы предков Вот только страна, за которую они воевали, уже поделена на части и, по сути, колонизирована А на земле, бывшей когда-то советской, многократно вспыхивали военные конфликты Наш дом давно рушится, но многие его жители отказываются это замечать Пора опомниться Сегодня эти слова Льва Толстого звучат еще актуальнее Что напишут о нас в учебниках истории? Здесь когда-то была великая страна Народ в ней жил талантливый, способный и сильный Вот только ума и воли жить трезво у аборигенов не хватило И державу свою они не сохранили Откладывать утверждение трезвости в России Значит поставить крест на нашем будущем Те, кому выгодно травить народ Будут всячески препятствовать его отрезвлению Будут любыми способами глушить, обесценивать и дискредитировать эту идею И теперь все зависит от того Насколько организованно созидательные силы российского общества сплотятся Вокруг дело утверждения в стране трезвости Каких бы политических и религиозных взглядов вы не придерживались Трезвость сейчас имеет приоритетное значение Отстоять собственные интересы, да просто выжить Способен только трезвый народ Население отравленное, умеренно или неумеренно Останется стадом, которое под красивыми благородными лозунгами Можно спокойно вести на убой Даже самая справедливая идеология Останется пустым звуком при отсутствии трезвости Даже самый лучший антикризисный план Сможет реализовать лишь трезвый народ Где ты, интеллигенция? Особенно творческая Среди деятелей киноискусства Один лишь Николай Бурляев поднимает голос в защиту трезвости Что остальные? Остальные творят вот это Русские ученые и врачи еще в начале прошлого века Пришли к однозначному выводу Трезвость – биологическая норма для человека Выдающийся советский и российский хирург Федор Григорьевич Углов писал Я всю жизнь оперирую больных И я видел то, чего не видят обычные люди Нет такого органа, который бы не страдал От приема спиртных изделий Любых Неважно, водка это, вино или пиво А вот министр здравоохранения Погибающий от алкогольного яда страны Не случайно во Франции Самый низкий риск сердечно-сосудиста Потому что там любят вино Культура, питья правильная Это благородные вина, сухие Как правило, красные вина И подобное мы слышим постоянно День-деньской идут разговоры о чем угодно Обсуждаются искусственно раздутые Медийные поводы и скандалы Миллионы людей выкашивают в стране Алкоголь, табак и другая отрава Об этой бойне – молчок А ведь вопрос информационный, ключевой Но даже упоминание о трезвом образе жизни В большинстве источников информации Сейчас табуировано Идею утверждения трезвости Подают как недостижимый идеал или утопию Эту проблему намеренно усложняют На самом же деле она предельно проста Внедряешь мысль о том, что отравлять себя – норма Делаешь отраву доступной И получаешь один результат Помогаешь людям с детства сохранять свою естественную трезвость И они по собственной воле живут трезво Это на 100% управляемый социальный процесс У России накоплен уникальный исторический, научный, политический опыт В 1914 году слаженная работа общественных деятелей, медиков, педагогов и политиков Привела к прекращению продажи алкоголя в стране И в СССР передовые врачи, ученые, интеллигенция Постоянно занимались этой жизненно важной темой Советский психофизиолог Геннадий Шичко разработал не имеющую аналогов методику избавления от вредных привычек Метод пошел в народ Тысячи людей обретают с его помощью сознательную трезвость Сотни энтузиастов идут к людям с лекциями и уроками трезвости Молодежь выходит на трезвые пробежки В некоторых регионах нашей страны в деле отрезвления достигнуты значительные результаты Прекращена торговля алкогольным ядом во многих населенных пунктах Якутии В Чеченской республике, самом трезвом регионе России, эти успехи особенно ощутимы Мы хотим, чтобы нас вез трезвый водитель Чтобы нас лечил трезвый врач Чтобы с нашими детьми занимался трезвый педагог И чтобы сами наши дети оставались трезвыми Мы желаем иметь дело с трезвыми блюстителями порядка Мы согласны с трезвостью на производстве и режимных объектах И трезвость беременной женщины воспринимается нами как должное Остается понять, что трезвость нужна всем людям каждую секунду их жизни Необходимость этой перемены в нашем мировоззрении становится все острее Ищите спасительную, общую для всех идею? Вот она Чтобы у народов нашей страны появились шансы на достойное будущее В первую очередь им нужна сейчас трезвость Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»